Всем привет и так что же новенького на Доме 2 и за периметром. В сети обсуждают внешний вид Алены Савкиной на дне рождения Милены Безбородовой. Её бюст после мамопластики выглядит как-то не очень. Силикон потерял форму, висит некрасиво, но зато бюст похож на натуральный. Савкину ругают за то, что она не взяла с собой Дениса Макраусова на празднование дня рождения Милены. Но девушка пишет, что это ничего не значит. Она Денисом по-настоящему увлечена. Таких парней у неё никогда не было. Он с другими понятиями, устоями и с другим взглядом на мир. Он делает меня другой, пишет Алена. Но на вечеринке Савкина не осталась без кавалера. Она неплохо отдохнула в компании Жени Ромашова. Да так отдохнула, что даже и Юля Белая устроила Жене сцену ревности с царапинами и синяками. Алена и Женя держались на вечеринке вместе, вместе пели. И в конце мероприятия Женя доставил пьяненькую Алену и её маме Тане. Сосявка опять нажралась, пишут в комментах. Её точно надо домой отправлять. Сколько её можно прикрывать? Это просто беспредел. Да ладно, девке всего 23, пусть гуляет. Бабка вон ещё живая, здоровая, его спитает. Опять гормоны взбунтовались. Против природы не попрёшь. А как вам новенькая участница Дома-2, косметолог Юлия Рязанцева, которая пришла к Диме? Юли 32, она из Хабаровска. Нравятся ли вам её губы? И видите ли ребят вместе? Захарьяш и Саленко подрались из-за своих подружек. Серёжа с травмами вернулся на поляну. Он пострадал сильнее, у него проблемы теперь с глазом. Врачи даже наложили на века швы. Таня Строкова нашла себе нового кавалера. У неё бурный интернет-роман с неким молодым бизнесменом. Но он занят делами и на проект приходить не хочет. Африкантова неприлично себя вела. Но нет, не Марина, как вы могли бы подумать, и как я подумала, прочитав заголовок вот в статье. Марина сама скромность, а её матушка Татьяна Владимировна. В компании людей примерно своего возраста женщина отдыхала в КФС и вела прямой эфир. Она очень развратно танцевала, призывно надкусывала банан. Мужчины были в восторге. Таня, наверное, не ожидала того, что зрители запишут этот прямой эфир, размножат его, наделают скриншотов и опубликуют на всех площадках. Ай-яй-яй, Татьяна. Розалия Райсен и Андрей Шабарин показали свою квартирку, в которой проживают после ухода с Дома-2. Ребята после ухода стали снимать короткие видеозарисовки юмористического и кулинарного направления. Действительно, чем им ещё заниматься? Съёмки проходят у них дома, поэтому шикарную квартиру успешного бизнесмена Андрея Шабарина, про которую он неоднократно упоминал, можно рассмотреть во всех подробностях. Шикарного-то, как оказалось, ничего и нет. Квартира обычная, скромная, без дорогого ремонта. Но всё необходимое имеется. Одна комната, возможно, две. Балкон с видом на столичную окраину. Кожаный диван, кровать с плюшевыми мишками. Советская стенка, кухня с техникой популярной фирмы Bosch. Тюль, шторы на окнах, чистая ванная комната. Всё выдержано типа в едином стиле, чёрное с белым. А мне почему-то кажется, что это съёмная квартира. Какая-то она необжитая, голая. Чем же занимаются Шабарин и Райсон после Дома 2? Кроме того, что снимают себя для Инстаграм. Розалия действительно стала мастером по наращиванию волос. Она лично в салоне красоты делает девушек красавицами. Стоимость работы – 3000 рублей за 100 наращенных прядей. А Шабарин, видимо, занимается бизнесом, ворочает миллионами. Ну а в свободное время валяет дурака для микроблога. Танцует в халатике, который ему подарили на дурки, готовит пищу. Похоже, что образ богатого барина Андрей придумал специально для Дома 2. Женя Феофилактова выступила на одном из массовых мероприятий «Женщина в бизнесе». Ну а народ обсуждает почему-то не её речь, а то, как она неважно выглядит в свои-то 34 года. Жизнь Женю немного потрепала. Ну а Феофилактова говорит, что причина мешков под глазами – перелёт и разница во времени в 4 часа. Алексей Кудряшов наконец-то нашёл за периметром работу. Он считал себя моделью, надеялся на серьёзные толкосрочные контракты, на работу в Китае, но пришлось пойти на нормальную работу. Ну как на нормальную. Парень работает в фитнес-клубе Бористой. У меня пишет график 2 через 2, работка не пыльная. Зарплату хотелось бы побольше, а так всё норм. Это трудно, страшно, но нужно. На этом всё. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры подогнал «Симон»!